Приветствую вас! Возможно, моя позиция покажется вам несколько отдаленной, возможно, моя позиция покажется вам несколько оторванной от предмета, особенно после ответа коллеги. Но я ни в коем случае с коллегой не конфликтую, ни в коем случае с коллегой не конкурирую именно здесь. Мне просто хочется высказать, знаете, такое немножко альтернативное, может быть, мнение по поводу того, почему люди волнуются вот когда первое свидание происходит. Вот. Я надеюсь, что вам моя позиция поможет. Я надеюсь, что вы найдете для себя в моей позиции что-то полезное. Рад и надеюсь, но мне хотелось бы, чтобы это действительно вам помогло. Значит, смотрите. Почему происходит волнение? Дело все в том, что женщина, на мой взгляд, женщина, на мой взгляд, воспринимается исключительно как женщина, воспринимается там девушка. Вот. И никак иначе. Вот. То есть, для вас сейчас она просто девушка. Она не человек, она не личность, она не социальный индивид. Она просто девушка, которая вам нравится, с которой вы хотите близиться. Я предлагаю вам, я предлагаю вам подумать. Я предлагаю вам подумать. Вот что вас связывает с ней? Я имею ввиду с девочкой. Что общего между вами есть? Видите, наверняка же... наверняка же есть что-то общее. Но наверняка. Я более чем в этом уверен. Я более чем уверен, что что-то общее между вами есть. И вот очень важно понять, что это. Собственно, что именно общего у вас есть? Мне кажется, мне кажется, что чем больше между вами будет общего, тем меньше вы будете переживать относительно того, что будет на первом свидании. Потому что если людей объединяет что-то, если людей связывает что-то, то они, как правило, совершенно спокойно общаются между собой. То есть, они знают, о чем они будут говорить. Они знают, как они будут говорить. Они знают, что у них общего. И самое интересное, что они хотят, они хотят, натурально хотят быть вместе. Они хотят, чтобы они были вместе для того, чтобы провести вместе время. Они хотят этого. Вот. И этого на самом деле очень сильно хотят. Вот. Вот. Понимаете? Какой момент. И мне думается, мне думается, что если вы так же будете относиться к девушке, ну вот, в частности, да, к своей, с которой вы сейчас собираетесь на свидание. Вот. Если вы будете так же относиться к ней, то мне кажется, что бояться вам будет абсолютно ничего. Потому что вы знаете, кто она, она знает, кто вы. Вот. И единственное, что вас объединяет, единственное, что вас связывает, да, это вот стоимость между вами общего. Вот. Понимаете? Какая история. Какой эпизод. Вот. Я очень надеюсь, что вы этот момент для себя зафиксируете, я очень надеюсь, что вы этот момент для себя определите. Я очень надеюсь, что либо сосредоточьтесь, именно сосредоточьтесь на том, чтобы между вами и вашей девушке было что-то действительно общее, что-то действительно такое, что объединяло было. И не будете оскорблять человека тем, что воспринимаете его исключительно как представителя пола. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, я поддержу своего коллегу в том, что это действительно что-то новое, это действительно что-то неизведанное для вас. Вот. И здесь очень важно понять, почему вы волнуетесь. Вообще-то говоря, волнение это нормально, да. То есть и до определенного момента, до определенного этапа, до определенной истории, волнение идет на пользу. Только надо. Это то, что вызывает как раз таки адреналин в крови, это то, что вызывает как раз таки ускорение сердцебиения, ускорение кровотока. Это то, что помогает, позволяет нам чувствовать себя живым. Но если возникает такая история, что вы чувствуете чрезмерное давление, чрезмерное волнение. Что мне думается, мне думается, что причина этого в сверх-сверх мотивации. Что-то именно вот сверх-сверх мотивация ваша быть, например, допустим, на высоте с девочкой с капрой вы встречаетесь. Это желание быть на высоте с ней, по отношению с ней. И у этого должны быть причины. Да, то есть в случае, если у вас есть сверх-сверх мотивация, то нужно определить, какая причина у этого. И мотивация все же снизить, чтобы это не мешало вам адекватно взаимодействовать с партнером. Потому что девушка тоже волнуется, как правильно сказал мой коллега. И все-таки, когда оба партнера волнуются, то возникает либо большая глупость, либо большой успех. Вот. Ну, я, если честно, не думаю, что стоит рисковать тем, что можно совершить большую глупость. Что-то мне кажется, что не стоит того, чтобы рисковать. Вот. Вот примерно так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. То есть, грубо говоря, тот факт, что вы волнуетесь, отчасти косвенно свидетельствует о том, что, возможно, вы выбрали для себя партнера. Возможно, вы выбрали для себя партнера, который с вами связан, ну, вот, по стольку по скольку. Вот. То есть, с которым вас объединяет на самом деле, да, ну, не так много. Вот. С которым вас объединяет только то, что вы привлекаете друг друга, как представители пола и все. Вот. Потому что иначе это просто привычная модель, привычная поведенческая модель, скажем так. И проблем здесь, на мой взгляд, ну, нет и быть не может. Ну, именно вот, опять же, именно на мой взгляд, как это видится мне. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы, ну, вот, скорректируйтесь, да. То есть, неплохо бы, вот, сейчас перед первым свиданием, да, собрать воедино темы, которые вас объединяют, чтобы было что-то поговорить. Вот. Чтобы не волноваться, не переживать. Вот. И, опять же, чтобы вы именно в самом вот разговоре чувствовали себя более уверенно. Вот. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.